здравствуйте соседи с праздником с днем знаний начну из педагогического плохой учитель преподносит истину хороший учит ее находить вот об этом а также о многом другом сегодня нашей программе которую ведем мы анатолий акулов и альбина ловецкая добрый вечер соседи с днем знаний у нас в гостях сегодня почетный работник общего образования россии победитель конкурса лучших учителей россии анета борисовна серова добрый вечер и сразу же с праздником добрый вечер спасибо анета борисовна знаем что у вас тройной праздник в этом году вы отмечаете юбилей педагогической деятельности поздравляем вас 13 школа который вы закончили а после института вернулись в нее преподавать 60 лет с момента основания поздравляем вашем лице 13 школу как получилось что вы стали учителем в своей родной школе расскажите очень интересный момент меняется время меняются люди но человеческие ценности всегда остаются у каждого человека есть своя мечта у меня тоже есть была своя мечта быть учителем и эта мечта осуществилась но для того чтобы быть учителем нужно учить а для того чтобы учить нужно много знать поэтому для того чтобы быть учителем нужно постоянно совершенствоваться и постоянно учиться. Вы сказали, ваша мечта. Получается, с детства уже мечтали? С детства. Это мечта с детства. И ничего, никаких других идей не было после института? Сразу же, целенаправленно? 1 сентября 1967 года я пошла в первый класс. С замиранием сердца смотрела на свою первую учительницу, на ее взгляд, на ее жесты. Все это впитывало. И вот все то, что я впитала от своей первой учительницы, передалось и мне. Мне очень хотелось учить именно маленьких детей. Детей в начальной школе. Вы так хорошо запомнили свое 1 сентября. А то 1 сентября, когда вы уже пришли в школу в роли учительницы. Вы помните свой первый урок? К сожалению, этого не помню, но мне хочется сказать, что всегда, когда я переступаю порог школы, порог класса, своих детей, я всегда прихожу к детям с замиранием сердца и с большим трепетом. А волнение присутствует? Присутствует. А как потом оно проходит? В общении с детьми проходит, конечно, и волнение. А почему именно учитель начальных классов? Ну, вот я уже сказала, что, наверное, очень много передается от своей первой учительницы. И приходя домой после школы, в начальной школе, я приходила домой, рассаживала кукол, давала импровизированные тетрадки и ручки и учила. То есть я копировала свою первую учительницу. Мне хотелось именно учить детей начальной школы, потому что в первую очередь в начальной школе нужно научить детей учиться. Это самая главная задача учителя начальных классов. Я уверен, куклы в тот момент получали только хорошие оценки. Хорошие. А нет, Борисовна, ну вот про первое сентября, про свои трепетные чувства и эмоции вы сказали. А вот если честно, положа руку на сердце, а усталость в какой-то момент приходит, вот можно сказать, что к концу четверти или к концу учебного года уже этот трепет и волнение куда-то ушли на второй план, и совсем другие эмоции остались. Усталость, конечно, присутствует, без сомнения, но силы для творчества и для работы всегда дают тебе твои ученики. От них и питаете, да. Многие учителя сегодня жалуются, что современные дети стали хуже учиться, пренебрегают правилами поведения. Вот для вас они какие? Современные дети для меня это послушные и непослушные поседы и непоседы, внимательные и не очень, но это малыши, с которыми всегда приятно работать. А ученик и гаджеты, как справляетесь в современное время? Вы знаете, современный ребенок, он, конечно же, более продвинутый, потому что он действительно владеет и гаджетами, и владеет навыками компьютера. Вы знаете, это даже очень интересно, потому что, когда даешь ребенку задание выполнить ту или иную презентацию, он выполняет ее с честью. Еще и поможет учителю. Да, это очень приятно. Поэтому гаджеты в какой-то степени, наверное, и не мешают ребенку учиться. Но я думаю, что ты задал этот вопрос немножечко вот такой вот вопрос непростой. Все-таки давайте поговорим и о гаджетах, которые мешают. Действительно, ну не так уж они, наверное, полезны, если честно. Нет, без сомнения. Они, конечно, мешают, если очень долго ребенок сидит, допустим, там за компьютером или в телефоне слушает долго музыку. Конечно, это мешает, но всегда надеешься на то, что родители разумно ограничивают время работы ребенка с гаджетами. Ну вот опять же о детях. Вы так хорошо сказали малыши, они всегда малыши. Но вы с высоты своего опыта и стажа педагогического видели малышей 20 лет назад. Вот скажите, разные эти малыши, которые сегодня к вам приходят и 20 лет назад приходили? Ну, конечно, конечно, разные, потому что современный ребенок все-таки он более продвинутый в том плане, что он владеет навыками компьютеризации. Это понятно, и это не мешает ребенку в учебной деятельности, если он занят тем, что он проектирует, допустим, созидает что-то на уроке, создает какие-то рисунки определенные и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, ребенок более продвинутый. И я считаю, что дети, современные дети, конечно, они более продвинутые и с точки зрения познавательной деятельности. Поэтому, конечно, они все-таки отличаются. А хулиганы отличаются? Или такие же, как и... Хулиганят одинаково мальчишки, за косички дергают, так же, как и 20 лет назад? Да. Я знаю, что некоторые родители, которые когда-то учились у вас, очень хотят, чтобы их дети попали именно к вам. Что в этот момент у вас на душе, на сердце происходит? Вас это греет? Пожалуйста. Вы знаете, уже с опытом работы повсюду мои ученики. И от того, что есть продолжение тебя, это, конечно, не только греет, это очень радует. Потому что в нашей школе есть Кирышева Виктория Валерьевна, это моя ученица, она сейчас работает заместителем директора по научной работе в нашей школе, это и Светлана Владимировна Ситникова, которая работает с зав. библиотекой в нашей школе, и много-много еще других учеников. Тоже ваши выпускницы? Выпускники, да, естественно, выпускники. Поэтому, конечно, это очень приятно, то, что люди доверяют тебе самое драгоценное, это своих детей. Именно не путайте, если мама у вас училась, а привела дочку свою. Нет. Нет такого? Нет. Давайте о книгах поговорим. Впереди длинный учебный год, и, наверное, вы просите вести дневник читателя. Читают сейчас дети? Если нет, то что делать? Современные дети, конечно, меньше читают, чем дети прошлых лет. Это надо отдать этому должное. Но тот список, обязательный список книг, которые ты даешь детям, все-таки дети основные книги прочитывают. И это очень приятно, потому что ребенок в начальной школе в первую очередь должен знать фольклор. Русские народные сказки, потешки, колыбельные, которые мама им пела, может быть, и до сих пор поет. И вот именно на фольклоре очень важно остановиться и воспитывать детей. Именно на народном творчестве, на русском народном творчестве. Это важно, я считаю. Вы этому много внимания уделяете в своей программе? Вообще воспитанию детей достаточно. Не только в первом классе, всю начальную школу. Всю начальную школу, да. Ну вот Анатолий уже сказал про эти гаджеты. Ну куда мы без них? Опять мы к ним возвращаемся. И будут сейчас родители стоять со скалкой над своими детьми, которые никак не могут оторваться от этого телефона или планшета, да, и сесть наконец-то за уроки. Давайте какие-то дадим советы нашим соседям, или может быть лайфхаки современным словом назову, да, каким образом отвлечь ребенка и его внимание переключить. Есть у вас такие? Интересной беседой и интересной книгой, интересными играми. Конечно, ребенка можно отвлечь от гаджета. А какие книги интересные вы бы посоветовали? На вскидку так что-то вот... Ну вот знаете, кроме русского народного творчества, я бы, конечно, посоветовала бы читать Аркадия Петровича Гайдара. Хотя, может быть, он в данный момент, может быть, и несовременен для детей, но мне кажется, что читать его книги – это актуально на сегодняшний день. Ведь не случайно мы говорим, что Гайдар в 16 лет уже командовал полком, и чтобы дети воспитывались на премьере. Конечно, книги, очень много книг я обязательно даю читать детям о Великой Отечественной войне, и вообще уделяю большое внимание патриотическому воспитанию. Мы накануне праздников Дня Победы, праздника 23 февраля, мы проводим очень такую кропотливую работу, подбираем с детьми различные... Дети делают различные рефераты для того, чтобы можно было обменяться мнением, и действительно, чтобы это было с познавательной точки зрения. Знать и пионеров-героев, и летчиков-испытателей. И хотя мы думаем, что вот, кажется, это ребенок в начальной школе, он маленький, а как приятно, например, ребенку спеть песню про дедушка. Вот она кажется и современной, и в то же время она о Великой Отечественной войне, что вот мой прадед, но ведь он воевал, и вот я считаю, что это очень важно. Как от сына и зятя педагогов, хочу вас спросить. Вот ваш идеальный ученик, давайте пофантазируем, какой он? Ну, в первую очередь, я думаю, что это должен быть, наверное, творческий очень ребенок. Потому что без творчества, без полета мыслей, наверное, вот трудно ребенка направить в нужное русло, вот для того, чтобы он хорошо учился. Обязательно должна быть высокая познавательная активность. То есть ребенок должен быть любознательным. Ну, даже если, в принципе, в первый класс пришел ребенок и совсем, который мало что знает, но ведь перед ним учитель, перед ним его сверстники, которые открывают перед ним мир знаний. И поэтому ребенку шестилетки, семилетки очень интересно слушать то, о чем говорит учитель, то, чем делятся ребята-сверстники. Вот они все это впитывают и таким образом взрослеют. Получается, те качества, о которых вы сказали, можно развивать в ребенке? Без сомнения. По вашему опыту, много таких было случаев, когда пришел вот тихий, нелюбознательный, а вот вы сами почувствовали, что вы в него внесли вот эту вот жажду знаний и огонечек зажгли. Так это с каждым ребенком. Как здорово вы ответили. С каждым посланием. Да, ну, про идеального ученика вы рассказали, а про идеального учителя давайте тоже поговорим. Ну и в принципе об учителя. Какими качествами должен обладать педагог, на ваш взгляд? Ну, для меня, я считаю, что самое главное, учитель должен любить своего ученика. Любить, ценить и уважать. Ну и, конечно, любовь и преданность к профессии. Вот это, наверное, основное. Вы вспомнили своего первого педагога, который повлияло на вас. А кто еще, когда, если не сейчас, вы сможете вспомнить эти имена и озвучить их, кто еще повлиял на вас, как на педагога в будущем? Когда я пришла первый год работать в школу, директором школы была просина Валентина Ивановна. К сожалению, ее уже давно нет в живых, но вот этот человек, такой эталон, который тоже дал импульс мне в учительской деятельности. Вторым директором в моей педагогической деятельности оказалась Земского Галина Михайловна. Это человек настолько организованный, настолько человек, который может зажечь, увлечь и отправить человека вот в такие высоты и полеты, что я считаю, что вот моим педагогом являлась и Галина Михайловна Земскова. Ну а сейчас у нас директором Ирина Владимировна Семенова. Она была сначала завучем по научной работе. Это очень продвинутый, очень творческий человек. Поэтому от нее очень многому можно поучиться. Поэтому педагог — это такой человек, который должен всегда учиться у других людей. Я уверена, и Альбина, и я. Все мы помним свой худший урок для ученика. А учитель помнит свой провал? Какой-то урок, который прям не понравился и лучше не вспоминать никогда. Вы знаете, вот такого урока я вспомнить, к сожалению, не могу. Может быть, и к счастью. Да, к счастью или к сожалению, я не могу вспомнить. Но я могу вспомнить другой момент, когда я первый раз пришла на педагогическую практику, во вторую школу, и учительница мне доверила провести урок природоведения. В то время это был урок природоведения, не окружающего мира, как сейчас. И я настолько волновалась и не видела детей, и провела урок вместо 45 минут в течение 25 минут. То есть вот в данный момент, когда я провожу уроки, мне всегда не хватает времени. А в тот момент у меня осталось его очень много. А сейчас вы время чувствуете, наверное? Или часы висят все-таки перед глазами в кабинете? Часы висят, на них очень внимательно смотрят дети. Дети ждут звонка на перемену? Перемена, в первую очередь, для учителя это все договорили. Но время, конечно, чувствую. Анюта Борисовна, многие новгородцы знают вас, и дети, и родители, как мы уже сказали. А у вас сегодня, в такой замечательный день, 1 сентября, есть возможность обратиться к нашим зрителям, к соседям, поздравить. И может быть, вот я вижу, что вы не с пустыми руками. Расскажите стихотворение, прочтите. Да. В первую очередь мне хотелось сказать еще два слова вот о чем. Дело все в том, что я, наверное, не упомянула с самого начала то, что еще на мою педагогическую деятельность, конечно, повлияла моя мама, Апштейна Светлана Антоновна, которая работала в советское время в комитете по образованию, в новгородском комитете по образованию, в строительном секторе. И она проектировала детские сады и школы. И это тоже на меня повлияло. И мне бы еще хотелось сказать, что продолжением меня еще является моя дочь, которая работает тоже в нашей школе. И это очень профессиональный молодой специалист, учитель, который владеет несколькими языками и тоже преподает в нашей школе. То есть продолжением меня еще есть все-таки и моя дочь. Ну и в праздник 1 сентября мне хотелось бы сказать, поздравить, во-первых, своих коллег с праздником и с юбилеем школы. И, конечно, сказать, что наша школа является для нас, для всех тем местом, где можно дарить, получать, расти, взрослеть, радоваться, делиться. Ну и, конечно, обязательно улыбаться и смеяться, потому что наша школа – это наш дом. Родной дом. Родной дом, да. Ну и мне бы хотелось прочитать стихотворение, именно связанное с юбилеем школы. Юбилей – это новые вехи, достижения, планы, успехи. Это новый прорыв и высоты, перспективы, победы, широты. Мы еще не достигли предела, совершенствуя дух свой и дело. Много нужно нам взять рубежей, тогда здравствует наш юбилей. Спасибо. Мы прям хотим поаплодировать, да? Поаплодировать, да. Спасибо огромное. Буквально вот минутка остается до конца программы. Вы когда сказали про свою маму, я подумала о том, что сейчас время-то такое непростое не только у учителей и у детей, конечно же, но и у мам, которых хочется пожелать терпения. Давайте, может быть, и к мамам тоже обратимся. Ко всем родителям, конечно, хочется обратиться не только к мамам, но и к папам, и к бабушкам, и к дедушкам. Поздравить их с сегодняшним праздником, с праздником 1 сентября, с Днем Знаний. И, конечно же, пожелать здоровья в первую очередь, мудрости и терпения. И, конечно же, развивать и развивать своих детей. Замечательные слова. Мы благодарим вас за ваш труд в вашем лице. Поздравляем всех педагогов с сегодняшним праздником. Всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. С редакцией всегда можно связаться по телефону 638-005. Мы благодарим нашу гостью и прощаемся с соседями. С праздником. Всем терпения. До встречи. До свидания. Спасибо.